Продолжаем знакомить вас с забытыми историями Архангельского города. Итак, Соломбальская верфь. Ее история началась в 1693 году, когда голландские мастера построили к приезду Петра I 12-пушечную яхту «Святой Петр». Это первая русская государственная верфь. Сразу вспоминается выражение «дел как у соломбалки». «Почему это у соломбалки дел больше, чем у других?» – спросите вы. Бытует мнение, что соломбалки, жительницы Соломбалы, женщины бойкие, умеющие за себя постоять, они много говорят и переспорить их очень трудно. Как известно, в Соломбале издавна селились моряки. Жена моряка во время отсутствия мужа была главой семьи, и дел у нее было очень много. Они работали даже грузчицами. Отсюда и множество фразеологизмов. «Дел как у соломбалки», «Шустрая как соломбалка». Теперь о грустном факте. Город Архангельск несколько раз сгорел. Самый сильный в истории пожар – июнь 1793 года. Он продолжался двое суток. Тогда сгорели более тысячи деревянных и 14 каменных домов. И опять голландцам, которые подарили нам флаг. Именно голландцы были первыми, кто приложил руку к изображению Архангельска. До них изображений города не существовало. Самая известная литография 1765 года. Да, уличная сетка города тоже заслуживает внимания. Оказывается, в ее основе лежит древнегреческая концепция с ее четко спланированными кварталами и выявлением главных зданий. Своим сегодняшним архитектурным образом Архангельск обязан Екатерине II. А теперь о живописи. Картину Валентина Серова «Девочка с персиками» знают все без исключения. «При чем тут персики?» – спросите вы. «Вот про треску-тоску точно знаем». Оказывается, на этой картине изображена Верочка Мамонтова, дочь известного промышленника и мецената Саввы Мамонтова, чьим именем связана реализация крупнейшего проекта «Строительство железной дороги Ярославль-Архангельск», которая без преувеличения сыграла важную роль в хозяйственном освоении Русского Севера. Немножко про архитектуру. В прошлом дома известных людей имели имя собственное. Дом Суркова, дом Катаева. Архангельские дома были практически одинаковыми по конструкции, но отличались лицом. Главный отличительный знак – это оконные наличники. Окна – это глаза дома. Тогда не было газеты «Правда Севера», и большинство гаража своим образованием обязаны были окнам. А вы знали, что сто лет назад в Архангельске трамваи ходили по льду? В июне 1916 года в Архангельске заработал новый вид общественного транспорта – трамвай. В феврале 1917-го первый трамвай повез пассажиров в Соломбалу через реку Кудзничиху. Летом вагоны трамвая ходили по деревянному мосту, а зимой – по льду, на котором были установлены специальные деревянные опоры. Такое почти водное путешествие трамвая продолжалось как минимум до начала 30-х годов. Продолжение следует.